Объявление в Азербайджане 2017 года, годом исламской солидарности, это призыв ко всему мусульманскому миру. Переход от года мультикультурализма, года исламской солидарности, свидетельствует о том, что в Азербайджан последовательно реализует свою независимую политику. В Азербайджане религиозная толерантность находится на самом высоком уровне, считает глава общины горских евреев Азербайджана Милих Евдаев. По его словам, в Азербайджане царит атмосфера мультикультурализма, что может служить примером для всего мира. Это такой призыв, важность которого особо ощущается при виде того, как женщины и дети в ряде исламских стран живут под пулями. Исламская солидарность – один из важнейших факторов восстановления добрых человеческих взаимоотношений. По словам Милиха Евдаева, различия людей по религиозному признаку используются в качестве инструмента для закладки вражды между ними. С этой точки зрения, совершаемый в Азербайджане единый намаз суннитов и шиитов является примером для всего мира. Только в Азербайджане возможен намаз единства. Только в Азербайджане сунниты и шииты могут совершать намаз в одной мечети. Этот призыв, именуемый «Исламской солидарностью», своевременно был воплощен в жизнь для того, чтобы донести до мира эти ценности. Мир может спасти только исламская солидарность. Представители других религиозных общин, существующих в Азербайджане, также считают, что объявление года «Исламской солидарности» является важным шагом для укрепления в стране ценностей, толерантности и мультикультурализма. По их словам, это будет служить расширению межрелигиозного диалога. Мусульманский мир очень сильно обогатил человечество. И диалог, и солидарность между мусульманами необходимы. Я думаю, что это принесет пользу не только для Азербайджана, я думаю, что это принесет пользу и всему миру. После года мультикультурализма 2016 года мы встречаем с радостью этот год «Исламской солидарности» из-за того, что солидарность – это большая ценность для всех людей. По мнению представителей религиозных конфессий, 2017 год «Исламской солидарности» станет особо важным для представления исламской культуры всему миру, а также создания моста между исламскими и западными странами. Виктория Переева, Эльнара Бахышева, Руслан Чафаров, Сибиси.